дает проблемы, не грех и поправить. Это нормально. Дмитрий Анатольевич, вот о наркотиках все-таки. Вот уральский парень Егор Бычков взялся за борьбу с этой бедой в своем родном городе, Нижнем Тагиле. Его наше правосудие на радость местным наркобаронам чуть не закрыло на несколько лет. Вмешалась общественность, спасибо, вы высказались, снята эта опасность. Он в своей работе достаточно широко применял методы принуждения наркоманов, принуждение их к тому, чтобы они все-таки отставили эту пагубную привычку. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, не стоит ли эти методы шире использовать, тем более, что такая практика существует в развитых странах мира, в Соединенных Штатах, например? Ну, Михалыч, я не специалист, конечно, но выскажусь. Во-первых, тема наркомании в школе, наркомании в университетской среде, она у нас непопулярна. Возникает периодически у меня такое ощущение, что этого нет. Но это, к сожалению, есть. Даже по официальной статистике 160 тысяч наших детей, которые учатся в школе, имеют наркологические проблемы. Это колоссальная цифра. 65 тысяч. 160 тысяч. Очень много. Значит, это очень много. Причем это, я говорю, это официальная статистика. Вы знаете, об этом нужно говорить вслух, не стесняться. Потому что в ряде случаев, я помню даже, я как-то разговаривал с представителями СМИ. Говорят, знаете, эта тема такая тяжелая. Лучше об этом не говорить. У людей настроение портится, и так вокруг все бывает невесело. Еще про этих наркоманов. Это осталось еще, может быть, с советского периода. У нас нет наркомании. У нас все в порядке. И этот стереотип, он где-то внутри людей, может быть, сохраняется. К сожалению, об этом нужно бить в набат. Но это касается внешней стороны. Что касается лечения, то я не специалист. Методики используются разные. Эти методики должны быть законными. Конечно, насилие – это плохо. Это вызывает возмущение. В то же время, вы знаете, вопрос выбора. В конечном счете, мне думается, это решение должен принимать сам наркозависимый человек. А может быть, его близкие. Потому что в ряде случаев нет никаких шансов иначе вытащить человека. Дилемма выглядит просто. Или смерть, или, может быть, какое-то насилие и излечение. И об этом тоже должны помнить критики таких подходов. Может быть, трудом, делом как-то лечить. Вот мы прекрасно помним, как поколения советских людей мечтали о своих шести сотках. И очень большой отклик вызвала ваша идея в послании о предоставлении земельных участков семьям, где много, три и больше детей. Вообще, в России миллионы, мы с вами прекрасно знаем, миллионы гектаров брошенных земель. Может быть, все-таки подумать, как вернуть нашего человека на землю и нащупать механизм наделения тех, кто хочет, земельными участками? Олег Борисович, все время об этом думаю. У нас действительно уникальная страна. Но так получилось, что у нас самая большая территория. Да, она, конечно, состоит и из северных земель, но не только. И, в принципе, Россия исторически всегда была самым крупным аграрным государством. У нас и сейчас по запасам пашни 10% от мирового уровня и 20% запасов воды. Помимо того, что это колоссальный капитал для того, чтобы заниматься аграрным бизнесом, экспортировать продукцию, обеспечивать свою продовольственную безопасность, это и возможность жить по-человечески. Но мы же знаем, как все происходило. Огромное количество наших людей ютится в малогабаритных квартирах. Причем когда-то это было хорошо, потому что не было вообще ничего, одни коммуналки. Но, в принципе, нам нужно рассредотачиваться по всей территории страны. Нам нужно обязательно заниматься правильной земельной политикой. Дети и стимулирование к деторождению – это лишь одно направление. И я надеюсь, что этот опыт будет востребован. Сейчас как раз готовятся нормативные акты на эту тему. Но вообще, в принципе, нужно думать о том, чтобы наши люди могли в упрощенном порядке получать землю не только для сельхозработ, не только для того, чтобы вести подсобное хозяйство, а просто для того, чтобы обустраиваться, чтобы жить. Мне кажется, что нам нужно в каком-то плане поменять даже, если хотите, ментальность. Потому что нельзя все время кучковаться. Нужно стараться создавать нормальные условия для жизни. И вот здесь очень многое будет зависеть от того, насколько эта политика правильно будет реализована в регионах. Ведь что происходит зачастую? Вот приезжаешь в мегаполис, вокруг него там какое-то количество маленьких населенных пунктов, и все, после этого нигде никого нет. В то же время в самом мегаполисе ужасные зачастую условия для жизни. Конечно, конечно. Кучно. Кучно, очень грязно. Условия для жизни просто чудовищные. Экология, мягко говоря, не на высоте. Надо распространяться по территории. Это очень важно. И геополитически, и для будущего. Дмитрий Анатольевич, вот на всех, вот на меня в том числе, очень большое впечатление произвели ваши слова о том, что в нашей политической системе наблюдаются симптомы застоя. Дело в том, что вот если землю просят, то справедливости просто требуют. И не всегда эти требования могут пройти по каналам официальной политической системы. Тем более, вы вот как-то сказали, что система эта бронзовеет. Я даже, знаете, представил лица некоторых наших политиков, на которых куршавельский загар сменяется дубайским, дубайский сардинским и так далее. Очень образ такой мощный получается. Так вот, с одной стороны, вот такие явления в официальной политической системе, а с другой стороны, раскручивается уличная политика с самыми ужасными последствиями, как мы недавно видели. Вы сказали, что нельзя допускать бардака на улицах, и в общем это сработало. Но скажите, пожалуйста, вот на эти события достаточен ли только полицейский ответ? Ответ очевиден. Нет, конечно. Полиция должна быть четкой, быстрой, эффективной, действовать в необходимых случаях жестко и по закону. И мне думается, сегодня наша милиция, будущая полиция, эти качества в ряде случаев продемонстрировала, несмотря на большое количество нареканий к деятельности МВД в целом. Но ответ не может быть только полицейским. Это очевидно. Ответ должен быть системный. Политика не может уходить на улицу. Политика должна иметь свои формы реализации. Она может быть и уличной, но в рамках установленных законом. Митинги, демонстрации, пикеты никто не отменял, только нужно получать соответствующие разрешения. Есть прямая демократия. Это тоже нормально. Я неоднократно говорил, я считаю, что мы движемся в сторону прямой демократии. В ряде случаев будут вводиться снова процедуры, которые, может быть, когда-то были уже забыты. Но эта политика должна приобретать и другое измерение. Партии должны чувствовать ответственность за те полномочия, которые они получают. И наша главная политическая сила, Единая Россия, должна не просто царствовать, а должна проявлять ум, такт и силу. Должна выдвигать правильных людей, окоррумпированных и тех, кто вообще не хочет работать, соответствующим образом задвигать назад или наказывать. Другие партии должны участвовать в обсуждении всех вопросов. То, что они в оппозиции, еще не означает, что они отрезаны из общественной жизни. Они должны откровенно говорить о всех проблемах, которые есть. Это, кстати, нужно делать и на телеканалах. Я знаю, что вы предпринимали усилия для того, чтобы наши оппозиционные партии появлялись в эфире с большей чистотой. И говорили всю правду. Сейчас это несопоставимо. Они просили и это получили. Сейчас очень важно, чтобы они появлялись не только на федеральных каналах, но и в регионах. Потому что в регионах всегда есть возможность чего-то подзакрыть и так далее. Я считаю, что этот закон сработал. И вообще нельзя упиваться достижениями. Нам в какой-то период удалось достичь многого. Мы стабилизировали ситуацию в стране. Взяли под контроль очень тяжелые общественные процессы, которые были деструктивны, которые могли разнести в клочья наше государство. Это было очень важно. Но одной стабильностью развиваться нельзя. Должен быть драйв. А драйв это как раз желание что-то делать. Это намерение преодолевать себя. Поэтому тот, кто считает, что у него все хорошо, должен остаться в Куршавеле. Дмитрий Иванович, звучали такие высказывания о том, что милиция на Манежной площади вела себя недостаточно жестко в подавлении этих радикальных выступлений. И докладывают ли вам о результатах расследования случая, который послужил поводом для этого? Вы знаете, милиция, на мой взгляд, она вела себя по-разному. Может быть, при первых попытках совершить вот эти незаконные действия, при возникновении погромов, насилия, милиции нужно было действовать более решительно. Это очевидно. Впоследствии милиция именно так себя и вела. Это означает, что милиция не должна забывать тех навыков, которые должна иметь любая правоохранительная структура, как бы она ни называлась. Милиция должна корректно себя вести с теми, кто не нарушает закон. Должна предельно корректно вести себя, должна помогать им. Но тот, кто занимается насилием, тот, кто бьет других, тот, кто громит город, к ним не может быть никаких сантиментов. Они должны получить по полной программе. Они должны понимать, что такворды выступления будут пресечены, участники будут задержаны. А впоследствии, если эти лица совершили преступление, а таковые были совершены, они сядут на скамью подсудимых и отправятся в тюрьму. Именно так и надо поступать, и никак иначе. Что касается докладов, то, конечно, я все эти доклады получаю. В том числе о возбужденных уголовных делах. Они возбуждены по различным основаниям. Там не только хульганство. Я считаю, что это абсолютно правильно. И все эти расследования будут доведены до конца. Они касаются и убийства футбольного болельщика, и других убийств. И здесь я хотел бы сказать одну вещь. Власть должна абсолютно симметрично, сбалансированно относиться к ситуации. Любая власть, и федеральная, и региональная. Нельзя симпатизировать какой-то одной силе, осуждать другую. Это неправильно. Нужно сделать так, чтобы все действовали в рамках правопорядка. А никак иначе. В противном случае мы можем очень сильно напрячь страну. Или одну часть страны, или другую часть. Вот это очень важно помнить. Но многие утверждают, что, собственно, все произошло из-за того, что даже не столько из самого убийства, конечно, страшная вещь, а из-за того, что подозреваемые были немедленно отпущены. И поэтому было нарушено такое важное в России понятие, как справедливость. Мне здесь нечего возразить. Сейчас, по моему прямому указанию, Следственный комитет возбудил уголовное дело. В отношении того, почему было принято соответствующее решение, и были отпущены лица, в отношении которых имелись вполне достаточные доказательства того, что именно они совершили убийство. Если такие факты будут установлены, эти следователи должны понести наказание. Это абсолютно очевидно. Нельзя отпускать кого бы то ни было на свободу, если есть достаточные доказательства того, что этот человек совершил насильственное действие. Убийство, тяжкое телесное повреждение. О чем это говорит? Почему это произошло? Я вот на совещании об этом говорил недавно. Что это? Элементарная коррупция? Страх перед братками, которые приехали на крутых автомобилях? Почему это было сделано? Надо разобраться с этим. Ну и возвращаясь к теме милиции, я думаю, что минувший год останется на скрижалях российской истории, как год, когда вы начали...